Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта Алиэкспресс. Как я уже говорила, в этот раз у меня было большинство посылок именно для организации пространства, и кое-какие вещи были заказаны по вашим ссылкам, потому что в директ, в инстаграм часто девочки мне присылают какие-то вещи, чтобы я смогла проверить, и уже видео они потом посмотрят, и будут для себя решать, стоит заказывать их или нет. Так что, если вам интересно, то давайте посмотрим. Как я уже говорила, очень много вещей у меня было именно для организации дома и быта, но, опять же, не все еще дошло. Я не знаю, вроде бы коронавирус уже не так бушует, но посылки почему-то все равно идут долго. Ну ладно, первое, что я вам хочу показать, это вот такой органайзер, который я заказала специально для того, чтобы организовать именно, ну, знаете, такие вещи, как пульт, например, от проектора, от телевидения, потому что у нас гостиная совмещена с кухней, соответственно, там висит проектор, и поэтому на обеденном столе обычно там и пульт находится, точнее, два пульта от Apple TV и просто обычный, который включает проектор. Поэтому я озадачилась тем, чтобы купить какую-нибудь удобную штуку, чтобы это все в одном месте лежало, и нашла вот такой вот органайзер на Алиэкспресс. Были разные цвета, но я выбрала под цвет нашей кухни, основной стены, вот, и осталась очень довольна. Прочный пластик, хорошо выполняет свою функцию, то есть все теперь находится на месте и не нужно нигде искать. Я тоже обязательно ссылку вам оставлю в описании. Если ищете хороший органайзер, недорогой, но выглядящий, ой, извиняюсь, но выглядящий довольно стильно, то советую к нему присмотреться. И следующая вещь, которую я хотела вам показать, я уже покупала не по своей инициативе, а эта девочка мне написала в директ, чтобы я заказала и проверила вот этот вот органайзер для косметики. Я его поставлю на пол, но я обязательно фотографии вставлю, и потом, может быть, коротенькие видео сниму, как он вообще выглядит, насколько он функциональный, на самом деле очень функциональный. И могу сказать, что если ты смотришь это видео, и ты мне присылала ссылку, чтобы я проверила этот органайзер, могу сказать, что все пришло в целости и сохранности. Продавец просто отлично упаковал посылку, нигде ничего не разбилось, и он достаточно прочный, и выглядит очень стильно, золотые ножки, золотые ручки. Так что могу сказать, смело можете заказывать себе подобный органайзер. Там у продавца было очень-очень много вариантов именно в таком стиле. Были и такие стенды для украшения, если у вас много бижутерии или каких-то драгоценных украшений, вы можете там тоже для себя что-то найти. Они совершенно недорогие, именно стенд для украшений там для какого-то небольшого количества, 8 или 9 евро стоил, и вот этот органайзер вместе с доставками обошелся что-то в районе 30 евро. Если у вас небольшое количество косметики, то вполне вам хватит для того, чтобы хранить ее где-то, чтобы сам органайзер красиво стоял на видном месте, но при этом было все спрятано. Мне еще нравится вот эта вот крышка, которая сверху закрывается, потому что если вдруг у вас кисточки где-то находятся в открытом доступе, и на них появляется пыль, то как раз этот вариант в этом плане очень выручает, потому что кисточки тогда остаются чистыми, и никакой пыли. Поэтому, да, еще раз могу сказать, что я осталась очень довольна покупкой. Спасибо за то, что показали мне этот органайзер, потому что, ну, сама я его на Алиэкспресс не видела. Так что ссылку тоже оставлю в описании, обязательно заглядывайте туда. Вообще всю информацию, что я вам рассказываю, я всегда оставляю в описании все ссылки, и также ссылку на свой телеграм-канал, где я выкладываю вещи гораздо раньше, чем они появляются в видео, вместе со всеми ссылками, описаниями и живыми фотографиями. Я хочу вам показать еще одну очень классную вещь. Я наткнулась на нее совершенно случайно. Вот так она выглядит в коробке, называется Energy Beauty Bar. И вообще это штука для того, чтобы совершать полноценный массаж лица. То есть здесь находится вот такой вот аппарат. У него на конце камень такой очень-очень холодный. И есть еще несколько насадок для того, чтобы наносить по массажным линиям разные кремы. Тогда они лучше намного впитываются, но и при этом делать себе массаж. Вот этот камень отлично просто снимает отек. Перед тем, как, допустим, если я собираюсь воспользоваться, то я кладу его в холодильник, потом уже достаю и начинаю делать массаж. Очень приятное ощущение. Действительно, очень быстро убирает мешки под глазами. И также вот с стальными насадками, тоже я потом фотографию сделаю, можно разглаживать себе. И вот эти вот, как они называются, носогубные складки, мелкие морщинки здесь возле глаз. Не знаю, насколько это имеет такой какой-то постоянный эффект, но я вижу, что именно в момент, когда я что-то делаю, отлично работает. Поэтому тоже могу вам порекомендовать присмотреться. Стоил там в районе 15-17 евро. Кстати, здесь вы еще можете, он работает от батареек пальчиковых. Не знаю, слышно или нет. Вот он вибрирует. И это еще больше помогает как раз всем сывороткам и кремам добраться до нужных участков. Поэтому тоже ссылку на него оставлю в описании. Обязательно заглядывайте. Я осталась очень довольна этим моряк. И также, как всегда, традиционно напоминаю вам о том, что вы можете сэкономить на любых покупках при помощи кэшбэк-сервиса Letyshops. И сейчас все будет точно так же. С 11 по 14 июня у них будет повышенный кэшбэк. И он будет увеличен в 3 раза до 15%. То есть, если раньше вы со своей покупки могли получить 150 рублей, то теперь это будет 450 рублей. И я считаю, что это хорошая возможность сэкономить на тех покупках, о которых вы давно мечтали. И активировать горячий кэшбэк можно и нужно на главной странице Letyshops либо через приложение. И не забывайте, что количество активаций ограничено по времени тоже. Поэтому у вас будет всего несколько часов, чтобы выгодно совершить свои покупки. И, как всегда, ссылки на приложение и на сам сайт Letyshops я оставлю в описании. Следующая вещь, которую я хотела вам показать, это зонтик. Тоже мне очень понравился. Но мне также его присылали, точнее ссылку прислали в Инстаграм и попросили заказать его проверить, насколько он прочный. Как раз там был цвет, который я хотела. Ну и также у меня не было зонтика, который бы я могла положить в сумку. Поэтому эта покупка для меня тоже была достаточно резонной. Вот так он выглядит. Очень красивый синий цвет. Ну вообще просто стильно выполнен. Я не скажу, что он очень прочный. То есть если на улице будет какой-нибудь там порывистый ветер, то, скорее всего, он в обратную сторону выгнется. Хотя в комментариях пишут, что проверяли его при разных условиях. И с этим все нормально. Но я как раз выходила, когда было просто дождливо и без ветра. Он со своей задачей справляется отлично. Он действительно очень стильно выглядит. И почему-то обращает на себя внимание. Возможно, потому что у него классный цвет. Он включается вот так автоматически. И вот такой небольшой зонтик вы получаете. Вот, не знаю, видно вам или нет здесь. Но тоже обязательно фотографию сделаю. Были и красные цвета, если кому-то нравится. Так, чисто технически зонтик сделан просто отлично. Он очень компактный. Он замечательно помещается в сумку. И абсолютно там не мешает. Поэтому, опять же, тот, кто мне присылал его в личку, надеюсь, вы смотрите это видео и сможете принять к сведению ту информацию, которую я даю. И ссылку на этот зонтик я оставлю тоже в описании. Еще одна очень удобная штука, которую я увидела совершенно случайно в каком-то паблике. Это вот такая коробка для организации проводов. Если вас также бесит огромное скопление проводов, потому что такое бывает, то вы можете заказать именно такую штучку. То есть я сюда помещаю удлинитель, ну там, на несколько розеток. И все это спрятано. Вот так поворачиваю. Очень красиво эта коробка смотрится и не раздражает огромным количеством проводов. На самом деле, я заказала одну сначала, посмотреть на пробу вообще, как все это дело будет выглядеть. Мне понравилось. Сейчас я заказала уже во все комнаты. И действительно, я потом вам сфотографирую, как это смотрится. Выглядит довольно прилично. Это очень-очень плотный, хороший пластик. Стоили они не очень дорого. Поэтому, если вдруг вы что-то хотите спрятать, не обязательно провода, а может быть еще какие-то вещи есть, то тоже можете присмотреться вот к таким штукам. Там, по-моему, несколько цветов было. Поэтому, думаю, что вам не составит труда подобрать именно под свой интерьер. И ссылку тоже оставлю вам в описании под видео. И также хочу вам показать еще вот такую красивую сахарницу. Совершенно забыла про нее, потому что мы уже ей пользуемся. Ну, я уже высыпала оттуда весь сахар для того, чтобы показать, как вообще все это дело выглядит. Посмотрите, это такая стеклянная, очень прочная конструкция. Сверху закрыта крышкой. И здесь вот такой золотой олень. Очень-очень красиво. Сделано качественно. И подумываю, может быть, еще заказать для кофе, чтобы был комплект. Пришла вся в целости и сохранности. Она достаточно такая увесистая. Я даже не знаю, сколько весит, но достаточно тяжелая. Поэтому все очень прилично выглядит. Не помню точно, сколько она стоила, но ссылку обязательно оставлю в описании. Сможете там посмотреть. Далее я хотела вам показать еще одну вещь, которую я заказала для дачи. Мы сейчас обустраиваем дачу. И я заказала вот такую корзину для хранения книг. Еще я туда не отнесла. Ну, просто хочется что-то в таком стиле. Вот поэтому заказала на дачу. Обязательно положу туда книги, которые чаще всего читаю. Сейчас с ребенком мы очень часто ходим туда. И если он чем-то занимается, я вот могу сесть почитать. А книги там в таком неупорядоченном состоянии лежали. Поэтому вот я решила заказать вот эту корзину. В ней можно хранить все, что угодно. Все, что вы пожелаете. Кто-то, опять же, в ванной хранит плотенце. Кто-то пледы. Там какие-то салфетки я видела на фотографии у продавца. В общем, все, для чего можно использовать корзину, в общем-то, в этих целях ее используют. Качество тоже просто супер. Она пришла абсолютно без каких-либо деформаций. Потому что продавец очень хорошо ее упаковал. И она тоже достаточно весистая. То есть это, знаете, не такой дешевый металл, который вот как пушинка весит. А нет, это именно вот такая тяжелая, хорошая металлическая корзина с прочными ручками. Поэтому, если тоже любите такой стиль, как указано на Алиэкспрессе, это Nordic Style, что-то в этом роде, то тоже можете присмотреться. Корзины есть абсолютно разные. Кто-то даже в этой корзине косметику хранит. Хотя я не знаю, как она здесь, может быть, выпадает. Ну, может, какие-то крупные бутылочки, баночки. Поэтому тоже могу рекомендовать к покупке, потому что действительно вещь очень классная и очень-очень стильная. И еще хотела вам показать несколько мелочей. Во-первых, это вот такие вот игрушки. Я думаю, что всем знаком этот мультик тачки. Лев его просто обожает. Поэтому я посмотрела на Алиэкспресс и нашла там очень качественные, хорошие машинки. Выбрала вот эти два варианта, которые ему нравятся. Точнее, он сам выбирал и заказала. Посмотрите, сделаны просто отлично. Детализация тоже сделана просто супер. Они металлические, если я еще не сказала. И действительно, я не знаю даже, чем отличается качество от оригинальных машинок. Для меня лично, ну, это качество очень-очень приемлемо и очень хорошее. За такую стоимость там по 3, что ли, или по 4 евро эти машинки стоили. Так что тоже советую вам присмотреться, если ваши дети любят этот мультик. Хочу заказать еще парочку оттуда. Ну, конечно же, знаменитую Молнию Макуин закажу, потому что она ему тоже очень нравится. Но вот эти мне показались на тот момент наиболее интересными. Далее я тоже заказывала. Если ваш ребенок, например, любит Лего, и вам нужно заказать какие-то отдельные детали, например, тех же животных, чтобы разыгрывать сценки, то можно тоже найти на Алиэкспресс. Вот я принесла сюда эта оригинальная машинка от Лего, у нас большой набор. И как раз вот эти игрушки, как вы видите, идеально сюда подходят. Поэтому тоже можете присмотреться. Стоили очень бюджетно, буквально там от 90 центов до 2 евро. Я когда заказала этого слона, я даже не ожидала, что он придет такого размера. Я сразу 4 штуки заказывала на пробу, но обязательно закажу еще. Сделаны они неплохо. Может быть, конечно, от оригинала отличаются, но у меня никаких нареканий нет, потому что игре это особо никак не мешает. Был еще цыпленок, я специально заказывала маму, типа, и ребенка, но Лев отвез его в детский сад. Тоже качество очень хорошее. Пластик плотный. И я обязательно закажу еще игрушки, чтобы разыгрывать зоопарк или что-нибудь такое. Очень хорошо развивает и фантазию, и внимание ребенка, поэтому тоже рекомендую присмотреться. И также еще одной очень полезной находкой, считаю, вот такие вот пазлы. Тоже была разная тематика, но я выбрала машины, самолеты, велосипеды, вертолеты, потому что Лев любит именно такую тему. Что здесь развивается? Это, конечно же, и мышление, и внимание, ну и фантазия. В общем, все, что нужно ребенку в этом возрасте, Льву 2,9, здесь, в принципе, все и развивается. Может быть, кто-то любит из большего количества собирать пазлы, там 4 штуки, 5 таких я особо не обращала внимания. Мне понравились именно вот эти вот. Что здесь полезного? Это то, что здесь показана, допустим, машина с трех ракурсов. Это как она выглядит сбоку, сзади и спереди. И внутри эти карточки выглядят вот так. Здесь их очень-очень много. Тематику можно было выбрать разную, смотря, зависит все от того, какие предпочтения у вашего ребенка. Я вот, как уже сказала, выбрала транспорт, и он с удовольствием, его можно занять на некоторое время, там на 10 минут. Он сидит, собирает, потом зовет меня, чтобы я посмотрела, в общем, все равно общение с ребенком происходит. И поэтому я считаю эту покупку очень-очень полезной. Сделаны они из достаточно плотного такого картона, но Лев все равно умудряется иногда их помять. Но в этом нет ничего страшного, никак это не влияет на качество сборки, ничем ему не мешает. Поэтому тоже рекомендую присмотреться. На самом деле на Алиэкспресс огромное количество развивающих игрушек за небольшую стоимость. И поэтому я вот советую вам обращаться туда. Если что-то ищете, и в вашем городе это недоступно, то Алиэкспресс очень хороший вариант. Что вот, на сегодня это, наверное, все, что я хотела вам показать. Остальные посылки там уже где-то в пути находятся. И я надеюсь, что в ближайшем будущем, может быть, на следующих выходных получится опять снять видео. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно мне пишите в комментариях. Также заходите в мою группу в Телеграм, где есть ссылки, которые доступны вам 24 на 7. Они не сгорают, и там очень легко найти все, что вам будет нужно. Потому что, ну, сделаны фотографии, стоит отдельная ссылка. Я тоже ссылку на как раз на эту группу Телеграм оставлю снизу. И увидимся в следующем видео. Пока!